Здравствуйте, друзья! Никаких постановочных видео в стиле комиксов рейтинга Баженова. Все по-честному. На часах у нас, если кому видно, сейчас дайкник видно, 4.35 на улице, минус 19. В общем, мы едем снимать в мой секретный лес сравнение блиндажной свечи, которую я сделал, она же окопная, и на ее базе сделанный огонь Лебедева своими руками, то есть мне интересно, что как работает. Поэтому тут никаких постановок, машина будет рядом, сопли на камеру показательные, я мерзать не буду. Оба-на, бездорожье. Когда нас это останавливало? Ну, блин, когда у вас есть Subaru, что вас может остановить в этой жизни? Итак, у меня вот эта обычная блиндажная окопная свеча, она без банки. Почему без банки? Потому что мне интересно, как она будет себя вести без банки, потому что в ее производстве банка это лишний расходник. И вот это огонь Лебедева, который, ну, я собрал. Сейчас, может быть, вставку сделаю, как он выглядит, из чего он собран. Но, по сути дела, то же самое, что это та блиндажная свеча, то есть парафин и картон, больше ничего. Его, конечно, будет сложнее зажечь, потому что не знаю, как его растапливать с этой дыркой. Вот здесь вот. Кто знает, как устроен огонь Лебедева, тот знает. Ну, начнем мы, наверное, с него. К нему должна прилагаться растопка. Ну, вот я хоть какую-то растопку собрал. Сейчас посмотрим, что из этого получится вообще. Вот, плюсы бензиновой зажигалки, да, почему я люблю на улице. Минус 19, как вы видели. Давай, загорайся. Так, у меня сколько-то начинает гореть. У меня это что-то, что начало гореть, погасло. Так, ладно, давайте сейчас блиндажную свечу. И вроде как проще. Но все равно ветер, еще минус 19 на улице и ветер. Ветер просто какой-то злой. Сейчас я отвернусь от него. Все. Наша блиндажная свеча начинает устойчиво гореть. А, гатить снегом, да? Так. Перегалка немного перегрелась, как-то стынет. Ну, еще и газовая. Не без творц-мажоров, конечно. Я вообще просто поставлю пока на снег, чтобы она не падала. Пусть она разгорается. Ну, и пробуем зажечь. Вот это вот нереально снимать на таком ветру. Линдужную свечу задуло. Неужели мне придется перенести съемки? Перестать имитировать реальные боевые условия. Ну, я понимаю, что в этой зажигалке бензин просто мог тупо закончиться. Бензин. Огонь Лебедева С горем пополам запустился. Там внутри горит. Подкинем ему растопки. Хотя, в принципе, она и не нужна. Зимит, конечно, вообще. Пытаемся разогреть блиндажную свечу. Стреляет. Но вот если для огня Лебедева он там пыхтит, что-то керосинецом себе. Возможно, разгорится. И ему ветер не мешает. То блиндажную свечу или окопную свечу, которая еще называет. Где у меня зажигалка? Ее задувает на раз-два. Ветром. Приходится вот так вот спиной к ветру отворачиваться. То есть... Ну, там вот что-то кипятится на рабочую мощность не вышло еще. В общем, ждем. Там что-то то вспыхивает, то выстреливает. Ужас какой-то дыма. Кошмар сколько! Огонь Лебедева вот так вот раздули. Смотрите, какое пламя. Мы будем смотреть, как он работает. Может быть, я его с ошибкой собрал. Просто специально не оборачивал ни фольгой, ни чем. Вот. Но ее тонкочегарит через свое поддувало. На самом деле, он тоже сделан просто воск и картон, как я уже говорил. Вот свечка, блиндаж, значит, она... Сейчас разойдется уже. Да, эти... Камера там, наверное, замерзла, уже умерла. Подойду, посмотрю. Может, снимает. Не снимает. Ну что, огонь Лебедева имеет место быть. Вполне себе. Рабочая система. Посмотрим, обгорят стенки, оплавятся или нет. То есть, для этого, собственно говоря, я и задумал весь этот эксперимент с этим факелом. Так. Ну а блиндажная свеча у нас... Ну вот она. Она изо всех сил пытается. Ну, сравниваем. Вот блиндажная свечка пытается разгореться. То, что я называю огнем Лебедева, как это пародия, помесь Бобика с пароходом, горит вот так. Конечно, вот эта тяга поддувала, она сделала лучше, хоть и зажечь его было сложнее, но на самом деле просто взять фитиль туда придумать и нормально будет вполне себе. Ну и здесь пытается гореть. Очевидно, надо было несколько фитилей сделать для блиндажной свечи. Вот, кстати, по классике, огонь Лебедева должен гореть изнутри, из своей топки, так сказать, поддувала, с центрального отверстия. Да, как его назвать, я вообще не знаю. В общем, все поняли, как это устроено, но по факту он уже как блиндажная свеча охватился весь пламенем, горит по кругу, как факел. Ну, собственно говоря, что вы видите. Да, сейчас посмотрим, чем это закончится. Возьмем паузу, посижу в машине, пусть они горят до какой-то степени, а потом я их погашу. Ну, пауза пока, ребята. Тут у нас случилось страшное. Я иду, ребята, простите, будет трясти камеру, потому что объектив без стабилизации, вообще ручной. В общем, с огнем Лебедева небольшое фиаско. Сейчас отстрою. Так, где-то фокус. Вот он. Фокус. Смотрите, вот та дырка, которая поддувала, она напрочь прогорела, и горит вот этот воск, парафин, оттуда, с этой стороны. Ну, в общем, короче, это большое полено сейчас, полыхающее, да? При этом, давайте так настроить сейчас попробую. Вот, блиндажная свеча, она не сильно горит, но при этом она горит. И горит равномерно, как может, поверхность своей круги. Ну, может быть, она сейчас тоже разгорится, и вся будет полыхать. Ну, вот, на самом деле, я расстроился. Ягонь Лебедева у меня не получился. Потому что он очень быстро сгорел. Наверное, надо было как-то решать этот вопрос по-другому. Как решать по-другому этот вопрос? Я не знаю, блин, оптика железная, я за ней держусь, у меня вот примерзли пальцы. Ну, зато картинка красивая, кто поспорит. Смотрите, какая красота горящая. Теплого огня вам в YouTube или в Дзен, где вы там смотрите меня, не знаю. Ну, в общем, куда-то туда. Кстати говоря, вот у меня канал есть и на YouTube, и на Дзене, и на Рутубе. Но на Рутубе там вообще он нафиг никому не нужен. И в Телеграме. Но почему-то на Дзен никто не подписывается. А на Дзене, возможно, это видео будет в более полном формате, чем на YouTube. Так что не забывайте подписываться на Дзен. А, ну вот вы, в принципе, видите и все. Огню Лебедева пришел кирдык. Он сгорел полностью практически. Он все, вот это уже полено полыхающее. В принципе, готовить на нем можно, но это такая вещь, которая очень быстро разгорается и быстро сгорает. Зато эффективно. Но блиндажная или она же окопная свеча до сих пор пытается гореть сверху. Специально, без банки сделал. Вот, ребят, специально. Смотреть, как это работает. Она вполне себе эффективна. Можно делать без банки или нельзя делать без банки. Ну, то есть, когда эта вся эта конструкция погружена в банку. Ну, что, как я говорил, это уже лишний расходник. Все, хана моим пальцем. Они у меня примерзли к металлическому объективу крутить резкость. Пойду греться в машину опять. Ну, дальше нет смысла что-то продолжать экспериментировать, потому что, так сказать, огонь лебедева. Вон он упал и горит. Догорает остатки вошметки. Все прогорело. Блиндажная свеча без банки. Спокойненько себе. Такая горит. Ничего. Нормально. Ну, да, оплавляется по краям. Да, наверное, с банкой было бы лучше. Она бы держала ее, как радиатор. И, наверное, не так оплавляла края. Ну, по крайней мере, это дело горит рабочее, а то сгорело. Но я для себя выводы сделал. Вы делаете выводы тоже. Кому нужно огня много сразу, то делайте такой огонь лебедевой с картонки. Кому нужна огня медленно и долго, ну, делайте блиндажную свечу. На этом, я думаю, все. На этом... Аминь. Причем, интересно, что я могу даже взять ее еще сейчас руками, держать. А на сутной стороне она плавилась, другой нет. Она еще вполне рабочая, можно еще раз поджечь. Будет... Еще и парафин натек с нее остался. Ну что, гасим. Он еще... Не знаю, слышно, нет? Специальный микрофон поднесся. Слышно было, как шкварчит. В принципе, сейчас, пока я буду собираться, он остынет, и можно ложить и уезжать спокойно. Ну, оставлю для дальнейших экспериментов. Мало ли еще пригодится. Мысли-то есть еще? Кое-какие по этому поводу. Я возвращался домой по лесной дороге к цивилизации, которая была, если честно, совсем недалеко. Тот ветер, который мешал мне разжигать мои поделки уровня детского осада, был не просто так. За полтора часа съемок температура опустилась до минус 22 градусов. Я знаю технологию изготовления огня Лебедева. Это опилки и парафин. А еще все это делается под прессом. Я же хотел пойти простым путем, пойти не получилось. Эксперимент у меня не удался, но неудачный эксперимент это лишь повод для следующего эксперимента. А может быть и повод для того, чтобы пойти уже проторенной тропой. Ну и специально для Дмитрия с канала ДК-82 сообщаю, что в день съемок прошел ровно месяц с того момента, как я заправил свою бензиновую зажигалку. И вот бензин в ней закончился. Ну в общем, будем жить, будем экспериментировать. Лишь немногие мои зрители знают, для чего я все это делал. Для чего я проводил этот эксперимент. Но если кому-то казалось, что я просто маялся дурью, поверьте, все намного серьезнее и все не просто так. Продолжение следует...